привет друзья в прошлом году я вел стримы с турнира вейконзея в этом году с первого тура вот вчера он начался мне не получится их вести поэтому давайте я буду пока что записывать ролики возможно свой день рождения 16 числа я тоже начну проводить стримы я просто сейчас нахожусь на сборах и тратить по семь часов уставшему человеку не так то просто сегодня воскресенье в сборах у меня выходной поэтому я решил записать ролик с партией которая меня удивила сейчас объясню чем и почему будет еще одна партия но позднее вечером запишу еще один ролик извините за долгое отсутствие на канале и так первом туре в партии феруджа ковалев в общем чем меня удивила эта партия влад ковалев в прошлом году в упорной борьбе с антоном коробовым и максимом щегаевым завоевал право играть в главном турнире викон зи показал великолепную подготовку отличную отличное качество игры в партии с феруджой меня удивило именно качество его подготовка то есть ролик будет относительно коротким с выделением главных ключевых моментов и так в испанской партии соперники разыграли один из основных теоретических вариантов слон b7 d4 ладья е8 вариант зайцев здесь белые уже могут форсировать ничью конь g5 ладья е8 конь f3 ладья е8 конь g5 и так далее поэтому очень часто черные если испытывают желание выйти на борьбу начинают с хода вместо ладья е8 с хода h6 ковалев показал что настроен в общем-то по боевому это меня кстати не удивил важный момент что после конь g5 ладья е8 у белых нет хода f4 и первым показал это как раз гроссмейстер игорь зайцев человек который этот вариант в общем-то изобрел и в этой позиции очень сильный ход конь d5 выясняется что на ед последует слон бьет g5 и пешка d5 обречена а после конь бьет h7 две фигуры черных легкие намного сильнее белая ладья и игорь аркадьевич убедительно это доказал основным ходом является конь d2 так пошел или или зафи руджа молодой иранский гроссмейстер выступающий сейчас под флагом и d ну что там и как мы можем с вами пообсуждать когда будут прямые трансляции здесь я ограничусь тем что допустим в 2015 году в этой позиции фабиана каруана сыграл d5 против ивана царище или шарище я затрудняюсь как правильно произнести его фамилию и в сложной борьбе сумел победить партию я вклеил комментариев нет по моему у этой партии есть комментарии на час пейс то есть кому интересно заходите на час пейс и партии которые я выделю которые попадут в текст комментируемой партии вы можете найти самостоятельно именно с примечания почти все вставленные в партию феруджа ковалев встречи они прокомментированы почти все за исключением самых важных сейчас расскажу каких и так вот в этой позиции лучшая статистика после хода а4 у черных в случае когда они играют они опять несколько хороших партий выиграл александр морозевич в этой схеме обе партии я вклеил и по-моему обе прокомментированы одну волокитина он уходил слона 2 в другой он одолел югит полгарта убирала слона на c2 в общем посмотрите обе партии они неимоверно интересные лучше конечно с примечаниями то есть у меня они просто обозначены но даже если вы без примечаний посмотрите получите массу удовольствия а шесть а шесть мне ход в принципе не нравится потом ладья е8 черные показали что собираются играть по центру не тратя время на вот этот вот ход пешкой на защиту от выпада коня на g5 ухода 6 есть серьезный недостаток переслаблено поле g6 поле f5 соответственно тоже ослаблено потому что если туда попадет конь на f5 уходом g6 его не прогнать будет подвисать пешка h6 то есть у ухода есть несколько очень серьезных недостаток хотя так играют играют и например анант выиграл неплохую партию чуточку позже я остановлюсь на этом ответ слон c2 очень логичный белым надо защитить пешку е4 они заранее защитились от выпада коня 5 и после слон c2 черные уже практически вынуждены начинать действия в центре еды является ходом основным и с огромным отрывом лидируют по количеству по количеству сыгранных партий этим продолжением cd для чего черные сдали центр чтобы тут же начать за него борьбу конь b4 и на слон b1 c5 удар по центру хотим взять на d4 слон b7 будет неимоверно силен и белые практически вынуждены играть d5 в этой позиции огромное количество теории но основной ход это конь d7 опять же напомню что в 2011 году морозевич победил каруану в этой схеме вот уже на ладе а3 черные играют c4 вот это продолжение конь d7 ладья а3 c4 тоже по популярности лидирует с огромным отрывом там были конечно партии каспаров карпов из 16 партия одного из матчей каспаров карпов где гарри кимович ну просто фантастическую победу одержал страшную атаку тоже партия есть базе посмотрите тоже получите массу удовольствия то есть сегодняшний ролик у нас в основном на тему что вам посмотреть по данному материалу по партии ферруджа ковалев самостоятель также вот морозевич обыграл александру костенюк в этом же варианте в 2007 году анант черными здесь обыграл широва то есть вариант очень жизнеспособный очень интересный и позиции возникают очень сложных вот c4 который сделал владислав ковалев он тоже применялся не сумел выиграть унино бацэашвили вишванатан анант в прошлом году он сыграл здесь конь f1 вот может быть неплохой но в том же 2019 году в прошлом году павел котенко из ростова-на-дону на этапе кубка россии мемориал дворковича таганроге сыграл конь d4 против будущей чемпионки мира до 16 лет леи горифулина эта партия приведена и по-моему она и партия анант бацэашвили это две партии которые из-за подборки встреч которые вы найдете в записи партии это дверь не вне прокомментированные никем встречи после конь d4 у черных колоссальная проблема смотрите висит пешка b5 в варианте когда черные играют конь d7 давайте вернемся чуть-чуть назад отмотаем после конь d7 белые ходят ладья a3 и только на c4 встречается конь d4 и черные успевают либо сыграть ферзь f6 нападая на коня d4 то есть белые потратили темп это так вот играл анант против широва либо немедленно сыграть конь e5 так играл морозевич против костенюк то есть конь идет на d3 и у черных есть свои козыри они успевают за счет поля d3 получить шикарную контр игру после же c4 конь d4 висит пешка b5 и Владислав Ковалев применил новинку насколько это серьезная новинка я не знаю может быть она встречалась в партиях переписочников но должен сказать что до семнадцатого хода до шестнадцатого была всем известная теория даже тем кто не играет этот вариант ну взрослым людям по крайней мере потому что за матч те кто следил за матчами Каспарова и Карпова легко вспомнят что вот так играть можно здесь же после хода конь d4 возникают серьезнейшие проблемы у черных в партии Котенко Гарифулина Лея сыграла очень логично она защитила пешку b5 но не смогла устоять хотя позиция на мой взгляд здесь вполне может оказаться жизнеспособной здесь в общем-то требуется дополнительный серьезный анализ Владислав применил новинку он пошел конь d7 у меня большое подозрение что он просто перепутал порядок то есть помнил что надо поставить коня на d7 сыграть на c4 и переставил коды после а b выяснилось что белые просто смело забирают пешку b5 у них здоровая лишняя пешка пешка c4 также теряется теперь у белых после размена на c1 уже две здоровых лишних пешки и дальше по большому счету происходит избиение у черных еще есть слабость на d6 а контр игрой по черным полям пока и не пахнет пешка b не только ушла из подбоя но и отняла пули c5 у лошади слон вернулся с b1 на h7 он уже не нападает его место на королевском фланге для защиты собственного короля и дальнейшая игра белых просто очень проста и понятна вошел в игру ферзь защитил пешку b4 у черных колоссальная проблема с поиском хода ладья b8 и слон c8 сейчас не принимают участия в игре ферзь вынужден заищать пешку d6 позиция совершенно безнадежна то есть черные вынуждены играть конь e5 но теперь белый ферзь врывается на e8 это неизбежно просто сначала белый увели коня d2 из-под удара после слон d4 грозит ладья бьет f7 мат и черные теряют ладью b8 после король g8 ферзь d8 шах на любое сейчас момент у меня немножко подвис компьютер после король g8 ферзь d8 шах 2 секунды свернуть развернуть ай-яй-яй вся пар развернулась на любое отступление короля последует ферзь c7 шах и ферзь b8 белые остаются с лишней ладьей владислав прекратил сопротивление в общем спасибо за внимание то есть эта партия меня очень сильно потрясла именно тем что качество подготовки владислава ковалева на мой взгляд за год оно должно было выйти на новый уровень но подвело может быть это связано с тем что был проделан огромный объем работы как раз и просто память отказалась воспроизвести точный порядок ходов ход c4 это несомненно что план связан с переводом коня на d3 этот план влад знает но не сумел воспроизвести правильный порядок в общем спасибо за внимание изучайте партии про которые я вам рассказал там действительно огромное количество интереснейшего материала куда борьба во многих партиях намного более оживленная и обоюдоострая чем в той которую мы рассмотрели в общем кто не подписался на мой канал не забывайте подписываться с вами был международный гроссмейстер Роман Овечки до свидания субтитры